Плохо здесь, да? Красиво. Здравствуйте, дорогие зрители канала Человек-Лев. Я Олег Зубков. Сегодня у нас какое-то декабря, и я хочу вас проинформировать о наших судебных буднях, о которых не докладывал ранее. Суды дело долгое, и поэтому суды с ветеринарами, которые были последние дни, перенесены на другие даты. По ним не вынесено решение, судья не может принять однозначное решение вот по тем маразматическим претензиям ветеринаров, по кускам мяса, по поцарапанному льву, по покушанному якобы военнослужащему, которого вызывают суд. И таких дел сегодня по одним и тем же эпизодам на самом деле около десятка только в Белогорском суде. Но состоялось очередное заседание суда по делу покушанной Ольги Соломиной. И заседание прошло успешно. Был допрошен специалист Росфедеральной службы Роспотребнадзора, Олег Владимирович Прусаков, который по скайпу дал очень ценные показания для суда. И подтвердил, что сегодня такая услуга, как прогулка ко львам, не описана в российском законодательстве. Что для нее нет сегодня, не существует обязательных норм, правил, стандартов. Что экстремальные услуги сегодня действительно имеют место быть. И что здесь очень важно, чтобы человек был проинструктирован, куда он идет и знал зону ответственности, что он тоже отвечает, несет ответственность за нарушение правил безопасности, в которых он, собственно, расписался. Вот, также представитель Эдгарда Вальтовича Запашного, известного дрессировщика, привез нотариально заверенные показания Эдгарда Запашного, которые тоже легли в основу уголовного дела. Эдгар Запашный сообщает, что те правила 1977 года, которые существуют для цирков России, не могут быть применены к сафари, парку Тайган, поскольку это совершенно другой тип зоологического учреждения. И более того, Эдгар Запашный в своих пояснениях сказал, что если на арене цирка невозможно присутствие посторонних людей, то в парке Тайган с соответствующими мерами безопасности и инструктажом присутствие посторонних людей возможно. Это очень важный вывод, на мой взгляд, для суда, но суд по запросу прокурора сейчас будет вызывать других специалистов, которые дали свои заключения по данному судебному уголовному делу. И поэтому уже 20 декабря в Белогорский суд приедут многие знаменитые дрессировщики России сюда и будут давать свои показания под протокол. Под протокол. Поэтому многие спрашивают, как прошел суд. Дело с Оломиной вышло на финишную прямую, но еще не закончено. К сожалению, если будут дополнительные какие-то экспертизы или затянется опрос специалистов, это дело перейдет в 2020 год. Ну, ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы дело было объективно расследовано и по нему было правильно принято то решение, которое позволит мне проанализировать прогулку ко львам. Возможно, ее изменить в каких-то частях, если это... Ну, будет все зависеть от решения суда, если это будет действительно необходимо. Пока же, пока же... Пока же таких обстоятельств нет. Пока все складывается как бы очень все благополучно. А самое главное, что дело расследуется очень объективно. Вот, все согласно Уголовно-процессуальному кодексу. Вот, никто ни на кого не давит. И все свидетели, и специалисты дают честные, на мой взгляд, правдивые показания. Вот, не под нажимом и никакого беспредела в данном судебном заседании нет. Вот, ну сейчас вот пятница, суббота, воскресенье, ну а с понедельника снова начинается череда судов по 6-8 судебных заседаний в день. И предновогодняя декада будет очень-очень богатая у нас на судебные решения. И мы обязательно вас будем информировать о всех проигранных, либо выигранных судах. Спасибо. Не ругайся.